МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другие по лику 16-поверховый жилый дом у Гомеля планыют создать эксплуатацию на праканце этого месяца. За 80 квадр больше 70, так званая коммерциальная. Одна покоевая можно набыть за 1160 рублей за квадратный метр, 2,3 покоевая за 850. Это на полову-то нечем было годы три тому, подчас максимального попыта на жилье. И хоть таких-то кредитов, как были ранее, уже практически нема, али изнижение цен отбивается на рынку становчивым чином. По вселенной разе своих владельников новые квартиры звычайно знаходят еще до завершения будовництва. Я бы не сказала, что очень тяжело купить квартиру. Если жилье надо, надо постараться. Половину своих наличных и половину берем кредит. Снижать цены долей будовники на меру не мают. У речи предприемства повинны працать с прибытком и выплачивать своим специалистам годную зарплату. Иншая справа, что изменились подоходы. Калей ранее будовники могли повеличивать термины работ на некольких месяцев с отповедным повеличением кошта жилья. Но теперь такие выпадки уже не региструются. А про чатаху, после модернизации в творчестве дома будовничных комбинатов, значно повеличилась о якось материалу таких самих работ. Причем, калей ранее, до владельников новых квартир будовники относятся практически как до особистых ворогов. За уваг за все, да было шмат, то теперь могут сами запросить их на новую будовлю. Есть технический надзор и есть госстроенадзор. Инспектор приезжает, тоже контролирует. Ну а больше всего это общественный контроль. Инициативные группы, сейчас жильцы приезжают, смотрят свои квартиры, когда делают. Поэтому, можно сказать, по что контроль идет. Сегодня во всех районах Гомеля вызначены перспективные працовки под жильевое будовництво. У том же советском районе, например, в улице Барыкина и микрорайон Шведская горка. Ось тут буди ложек, ось тут компьютер и телевизор. Квартира набытая. Можно заниматься доброупродствованием покоев. Минавито в эту квартиру ее владельники меркось засадится на протягу месяца. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси началась уступная кампания у профессийной лицеи и профессийно-технической колледжи. Для отримания прав тех адукации плануется принять 30 тысяч человек. У першиню будет ожицевляться набор по пяти новых профессиях. Сирот их электромеханик по сродках автоматики и приборах технологичного обсталявания. Профессию можно будет отримать у Гомельским державным профессийно-техническим колледжи электротехники. Умовы приема все лета управнания з минулыми годами не змянилися. А отримать усю необходную информацию можно до 18-го жнивня по телефону Горячая линия у Министерстве адукации. Званков чекают по номеру 8 017 222 43 12. Людей мирной працы ушановывали у Добруши. Акция, якую инициявала Гомельское областное отделение Фонда Миру, ладится на протягу пяти годов. За гэтый час отбылось два десятки таких церемоний у разных регионах Гомельщины. На гэтый раз узнагороды отримливали лепшие супрацовники предприемствов и организации Добрушского района. Утевская середня школа одна из лепших у районей. Супрацовничая и она с Фонда Мира Амаль 10 годов. Школьники активно удельничают во всех мероприемствах, которые проводят миротворцы. Для директора Утевской школы Ганны Станкевич узнагорода от Фонда Мира стала нечеканностью и несумненно приемной. Такая высокая оценка стимулу працовать еще больше пленно. Что самое дорогое у нас есть? Что надо человеку для счастья? Здоровье, хорошая семья, хорошая работа. Но все это не имеет смысла, если нету мира на земле. Поэтому мир это основа основ. И получить такую высокую награду по линии Фонда Мира, я считаю, это самая высокая заслуга, что заметили меня как руководители. И надеюсь, что в дальнейшем буду стараться со своим коллективом работать еще лучше. Воголю узнагороды отримали 24 человеки. Номинации 4. Кировник, ветеран працы, специалист и молодь. На сцену подымались представники разных сфер – адукации, медицины, сельской господарки. Их объедуло одно – пленная праца на корысть своего района. Оценить намагание таких людей и призвана акция «Славим человека мирной працы». Мы своей акцией в какой-то степени способствуем поднять роль значимость труда и тех людей, которых мы участвуем, они же завтра будут работать еще лучше. А рядом, кто с ним работает, они будут следовать этому примеру. Максим Савин, Алексей Немкевич, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Добружского района. Сегодня у Гомеля начался первый Полевский урологический форум. Его удельниками стали около 100 человек – урологи, неурологи, урачи огольной практики, хирурги из Беларуси, России, Украины и Грузии. Пляцовкой проведения форума стал Гомельский медицинский университет. Перед открытием у холе установы пройшла выстава досягнений у фармацевтичной промысловости и новых подыходов у леченней урологичных патологий. Пасля программа протягнулася посадженнями новоковых секций. Воголе за два дни форуму их будет четыре, а гуча тямаль 40 докладов. Головная мета – обмен практичным опытом и теретичными ведами. Удельники обмергуют проблемы и перспективы диагностики, лечения захворванев, выкористание высоких технологий, формы профилактики и повышение отказности насильства за свое здоровье. Самое большое количество пациентов, которые лечатся в стационаре, это примерно порядка 38%, это пациенты с мучекаменной болезнью. На втором месте воспалительное заболевание. На третьем месте доброкачественная гиперплазия пристательной железы 11%. Резких колебаний заболеваемости неспецифическими воспалительными процессами в каких-то областях нет. Свой электронный медицинский кабинет в перспективе появится у каждого пациента в Беларуси. Технология электронного рецепта, которая сейчас укоронается в медицинских установах Беларуси, станет основой для створения одной информационной системы охоты здоровья. Уже сегодня многие поликлиники выкористовывают электронные медицинские карты. Это позволяет проводить консультации пациентов в отдаленном режиме. Межтым аптеки Гомельской области начали продавать наборы экспресс-анализу ВИЧ-СНИД по слене человека. Мультитест можно выкрыстовывать без допомоги урача самостоинно. При этом выник будет вядомы до статкова худка прась 15 хвилин. Экспресс-тест по слене самый простый способ проверить себе и до того ж до статковы кабу в выпадку необходимости звернуться за допомогой до специалистов. По опошнях даденых у Гомельской области с диагнозом ВИЧ-СНИД проживает 6 960 человек. На самой же справе инфицированных людей реально больше. Як показывая статистика ВИЧ-инфекция сяроджихоров в области а пошним часам у сё частей передается половым шляхам. Коли описывать середнестатистичного ВИЧ-становчага то гэта довольно поспяховый семейный человек во взросте 35-ти крыху больше за 40 годов як мужчинского так и жанночага полу. Миновета сирот гэта и взрослого категории выявляются новые выпадки заражения. Однако в зоне ризыки люди у сих взрослых и социальной приналежности. Тест наборы беларуской вытворчасти яке пачали реализовывать аптеки в области эффективный и самый простый способ проверки уласного ВИЧ-статусу. При наявности становчага выника медики раец обовязково звернуться у стационарные центры анонимного обследования. С начала мая мы начали получать эти тесты на ВИЧ в слюне. Это новое средство, это только начали выпускать буквально два месяца назад. Распределили мы их по крупным аптекам города Гомеля и по всем районным центрам. Но я хочу сказать дефицита на сегодня нет. Мы каждый день держим на контроле продажу этих наборов и естественно будем своевременно пополнять. Во всем мире пользуется такой методик экспресс-тестирования. Я так думаю что любой уважающий себя человек который все-таки заботится о своем здоровье а сегодня знать свой ВИЧ-статус это также естественно и нормально как знать свое давление свою температуру тела я думаю что он пойдет в аптеку и купит и проверится на ВИЧ я бы обратился к жителям Гомельской области чтобы не боялись этой процедуры для себя для себя и для своего полового партнера нужно знать свой ВИЧ-статус Гастроли Брестского академичного театра драмы имя Ленинского комсомола Беларуси проходят на сцене Гомельского областного драм-театра на протягу двух ден глядачи убачить три лепшие постановки с репертуару брестских артистов премьерный спектакль наведала Ганна Каральчук Апошняя Сустреча в рамках обменных гастролей Брестского и Гомельского театра упрошла 4 годы тому Все лето у Гомеля брестские артисты презентуют три спектакли Утым ликуют две опошние премьеры Также гости областного центра убачить мелодраму Каварства и Каханя и комедию Веселый удавец При формировании репертуару для обменных гастролев спектакли подбираются у залежности от интереса Угледат-шоу Над постановкой Каварства и Любовь работал не наш штатный режиссер работал приглашенный режиссер из Германии Марсель Крон В этом спектакле занят заслуженный артист Республики Беларусь Михаил Медлицкий ведущий мастера сцены артиста нашего театра Следующая постановка Веселый удавец ее поставил заслуженный деятель искусства Республики Беларусь Александр Козак наш художественный руководитель Каварства и Каханья это мелодрама повод для пьесы Фридриха Шиллера История относен бедной девчонки и сына канцлера полная интриг и выпробованию для почувствия молодых людей Не глядяши на тое что пьеса написана в 18-м стагодзе и ее сюжет застоется актуальным и сенне Комедия становящая веселый удавец примусит не только посмеяться али и задуматься про семейные каштовности Маленькие глядачы брэзские артисты Сменилось скажем так за 20 лет жизни этой сказки ни одно зрительское поколение это во-первых но и ни одно актерское поколение это 5 поколений на сегодняшний день актеров которые так или иначе работали участвовали в этой сказке Вот это скомороший вариант который дает широкое поле деятельности работы актеров на сцене и для восприятия детского зрителя В свою очередь Гомельский областный драматичный театр для гастрольной программы обраут два запотрабованные у публики спектакля якие будут представлены в Бресте Жахарам города над Богом пропонуют поглядеть комедии мою женку зовут Марис и незамужняя Жанчина обед две постановки закрынаются отвечную тему взаимоотносин мужчин и Жанчин Анна Коральчук Валерия Гапанько телерадо компания Гомель Фотовыстава Фотовыстава Фотоклуба профессионалов футовыстава Фотовыстава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова